1 июня в эфире нашего телеканала прошел трехчасовой благотворительный марафон по сбору средств для виновчан-феоктистовых. Глава этого семейства Николай после смерти своей супруги Юлии в одиночку воспитывает троих детей. Сбор денег продолжался до 12 числа и сегодня, чтобы подвести итоги марафона, мы пригласили в гости руководителей торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа и соорганизаторов благотворительного марафона Владислава Рымшу и Максима Арапова. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с главного. Сколько удалось собрать? По итогам проведенного марафона мы собрали 290 тысяч рублей. В рамках марафона эта сумма чуть меньше получается, 219. И помимо этих денег еще напрямую отправляли Николаю непосредственно 15 тысяч 65. В общем получилось 290. По статистике это много небольших платежей или наоборот несколько крупных? Может вам удалось привлечь бизнесменов нашего округа? Какие-то предприятия крупные тоже? Ну это в основном члены палаты, которые внесли такой достаточно значительный вклад. Также Владислав уже сказал, что у нас пожертвовали эти средства батюшки из совета отцов. То есть это и жители, и церковь в этом поучаствовала. Она на самом деле затронула многих мужчин, потому что мы понимаем, как тяжело Николаю пришлось. Много или мало оценивать тяжело. Вы знаете, мы считаем, что любая помощь это уже серьезная поддержка. Еще раз повторю, наша основная задача, как торгово-промышленная палата и всех участников, которые принимали деятельность в этом марафоне, это не сбор средства, а поддержка. Это доброе слово, это понимание и взаимопонимание к человеку, который оказался в беде. Знаю, что вы в постоянном контакте с Николаем Феоктистом. Какие у него вообще эмоции и впечатления вот от такой помощи? Ну, если вы помните, мы его уговаривали принять участие в этом марафоне. Человек достаточно скромный и, честно говоря, не очень себе представлял, чем это может все закончиться. Поэтому по итогам проведенного марафона, мы с ним созванивались, естественно, он доволен той ситуацией и тем единением, которое было ему оказано в рамках этого марафона. Я думаю, что те деньги, которые мы собрали, они пойдут именно на решение его текущих проблем и вопросов, которые действительно есть в семье, о которых мы тоже говорили в рамках марафона. Насколько я помню, основная часть пойдет на оплату ипотечного кредита, да? Да, все верно. Ну, помогать можно не только деньгами, там, маленькие дети, им нужны какие-то секции, дополнительные занятия. Вот тоже, может быть, кого-то вам удалось привлечь, чтобы они где-то ходили бесплатно? Мы будем заниматься этим вопросом в последующем. Сейчас была немножко другая задача. У нас прекрасный округ, где есть хорошие секции, бесплатные абсолютно от администрации Ленинского городского округа. Мы, как торгово-промышленная палата, готовы способствовать и содействовать тому, чтобы его дети и другие семьи могли к нам обращаться. У нас есть социально ответственный бизнес, который к этому вопросу достаточно серьезно подходит. Поэтому это не будет камнем преткновения. Мы готовы оказать поддержку. Выслав, то есть я правильно понимаю, что это не разовая помощь будет, да? То есть вы постоянно будете и в дальнейшем его поддерживать по мере возможностей? Ну, у нас так складывается, что это уже третий марафон. И тем людям, которым мы помогали в рамках марафона, естественно, мы поддерживаем отношения, общаемся. И по мере возможностей им помогаем. Вы задали вопрос по поводу секции. Действительно, в рамках марафона участвовала организация ProBusiness. Это объединение небольших предпринимателей, в частности, которые оказывают услуги в виде обучения английского языка, какие-то работы связанные, ручная работа и так далее. Поэтому уже тогда на марафоне было озвучено о том, что будет оказана поддержка именно привлечения в эти кружки. Бесплатно, естественно. Это действительно уже наш третий совместный марафон. Уже какая-то тенденция. Вы видите, что люди действительно хотят помогать, что они не остаются в стороне, потому что сейчас время тяжелое. Есть ли у людей такое желание помогать другим? Вы знаете, здесь больше, наверное, человеческое качество. Оно было и до кризиса, и во время пандемии, и тогда было нелегко. И, в принципе, времена для предпринимательского сообщества очень непростые. Но те люди, которые откликались, они также и продолжают помогать и поддерживать жителей нашего округа. Что ж, 290 тысяч рублей – это, я думаю, хорошее подспорье для Николая и для его семьи. Пожелаем им здоровья. Спасибо, что пришли. Я напомню, что у нас в гостях были руководители торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа и соорганизаторы благотворительного марафона Владислав Рымша и Максим Арапов. Продолжение следует...